Путин прав, наверное, это с единой разделённой границей народ. Удивительные люди, что по одну сторону границ, что по другую. Потому что, например, на Украине некий суд постановил отправить на предлюдительное лечение жителя Винницы, который разобрал отопление в собственном доме, испугавшись, что его газовый котёл работает на российском газе. А в городе Апатиты возбудили дело против угонщика-броневика. — Да, все пишут, значит, про БТР. Хотя, на самом деле, ну, трудно по фотографии определить, потому что фотографии довольно мутные. Значит, что произошло? Человек некий угнал гусеничную машину и на ней поехал, значит, по городу Апатит и врезался в витрину магазина, через дыру, значит, пролез в магазин, украл там вино. Ну, в общем, пьяный человек повязали, все вчера писали. А потом выяснилось, что он за неделю до этого ещё угнал, значит, КАМАЗ с автобазы Кольского научного центра. Это рядом как раз с домом, где я жил. — Ему за это ничего не было. — Его почему-то, да, отпустили. Уголовное дело отпудили, но... — Ой, слушай, я сейчас видео смотрю, он на их там тягачет, БТРе, броневике как-то усиленно в магазин заезжает. — Вот, а значит, а так смотришь на видео, и кажется, что это вездеход, на который геологи ездили. Вообще, в Апатитах это не очень удивительное дело, когда по улицам ездят вездеходы, особенно зимой. Вот, не в том смысле, что там по улице проехать нельзя, хотя она, конечно, вся завалена снегом. Ну, просто им надо куда-то переместиться до того, как ехать в Буэраке. Но раньше таких не было приключений у нас при советской власти. Это вот смена растёт. Человек 88-го года рождения, я как раз в 88-м оттуда уехал. Вот, подросла смена. И здесь, что интересно, это же человек угнал КАМАЗ сначала, а потом он завёл вот эту штуковину, а завести её... — Слушай, он этой мягкой игрушкой не побрезговал, между прочим. — Да, завести её непросто. То есть нужно знать, как это делается. Это не машина. Это штуковина, которая управляется рычагами, очень сложно. В общем, всё произошло на окраине города, на самом деле, не в центре. Это улица Северная, и как раз улица Козлова, где находится автобаза Кольского научного центра. Это как бы одна и та же дорога. Поэтому это всё происходило на окраине города. Он, видимо, вот где-то там проживает. Ну, припекло у человека. — Захотелось вина. — Да, хоть вспомнили по всей стране про город Апатит. — Ну, опять... — Какой настойчивый. Вот прямо на этом тракторе туда-сюда им ездят. Всё что-то ему мало. Он хотел, видимо, ещё что-нибудь прихватить. Да, но этот, понимаешь, ну, хотя бы нам понятно. Захотел мужик вина, поехал, взял БТР. — Ну, да, у всех есть свои способы. — Броневик, да, тем более, что броневик такое название в нашей стране исторически овеяное. Вот, и поехал за вино. А вот этот вот чувак из Винницы. — Здесь очень интересно написано, да. Значит, решил разобрать газовый котёл и все электроприборы в доме, потому что всё работало на русском газе, а это нельзя. Он не ел, не спал пять суток подряд, написано в сообщении РИА Новости, а также пытался курить собственные документы. Мужчина утверждал, что его преследуют и показывают по телевидению. — То есть, видимо, и бумага на документах, он предполагал, производство связьского целевозно-бумажного комбината. — Кроме того, пытался сорвать с отца красную рубашку, утверждая, что это цвет от дьявола. Ну, что, мужчину приняли, конечно, и отправили в специальное заведение. И внизу в сообщении РИА Новости есть специальная переписочка, последний абзац, такой завершающая точка. В октябре в Министерстве социальной политики Украины заявили, что страна занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств. От них страдают на 0,2 миллиона человек, что составляет 3% населения. При этом ситуация только ухудшается. — А вот интересно, те люди, которые там выступают про российский газ, что страшно его, откажемся вообще никогда, нипочем. Они тоже в то же заведение отправляются? — Ситуация-то ухудшается. — Дядька. — Вот, например, об ухудшении ситуации нам свидетельствует выступление украинского писателя Андрея Куркова, который предложил признать русский язык украинской культурной собственностью. Вот так. — Весь? — Весь. — Включая его новейшие модификации? — По его мнению, значит, надо создать Институт русского языка в Национальной академии наук Украины. Эта структура должна фиксировать различия украинского русского языка, фиксировать различия украинского русского языка от русского русского языка, работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как частью общего русского мира за пределами России. Ну, на самом деле, такой украинский русский язык есть, он «Суржик» называется. Это вот ровно-ровно он и есть. То есть человек говорит, что речь идет не о статусе языка, хотя казалось бы, ну, признайте русский язык украинскому, на котором говорит половина населения стран, большая часть. Нет. Речь идет не о статусе языка. А о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которых нельзя игнорировать, потому что они голосуют на выборах. Вот поэтому украинский язык выступит инструментом донесения европейских ценностей, а украинский русский язык тоже должен стать инструментом борьбы против самодержавия. И всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российской элитой, исповедующей другую политическую религию. Самодержавие это... Давайте определимся, о каком семнадцатом году мы говорим. Про психоневрологию вот здесь вот. Все прямо. Значит, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык, нужно признать украинское русскоязычие украинской культурной собственностью и взять украинский русский под свой филологический контроль. Между прочим, в этом есть своя термежная правда. Признать, взять под контроль, выпустить языки, словари, как это делается во всем. Русский, украинский. Ну, современный русский язык на Украине, это тоже замечательное поле для исследования. Этим, кстати, занимаются ученые-филологи. На государство никак не хочет признавать. Вот и дивно. Тут бы все примирились. У нас с тобой остается, знаешь, сколько? Полторы минуты. Про лобстеров я хотел бы еще. Да? Потому что не только на Украине происходит беда с психоневрологией, но также и в Швейцарии. Федеральный совет Швейцарии принял поправки в ветеринарное законодательство, которые защищают права лобстеров на безболезненную смерть в кастрюле. По решению правительства, ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Ну, хорошо. Варить живьем лобстеров больше нельзя и других членистологих. Перед смертью их необходимо оглушить. А это не больно. С точки зрения специальского законодателя. Я всегда поражал вот этот вот гуманизм. То есть, если взять просто тяжелым тупым предметом по голове, то это гуманно. Оказывается. А если, значит, просто так положить в воду, то это гуманно. А если перевозить в холодной воде, то это ужас. А если в чуть теплой, то уже все хорошо. А еще в соответствии с новым законом запрещено использование устройств, которые не дают собакам лаять. Ты решил добить меня сегодня. Вся надежда только на то, что время наше истекает. Ну и, как честный человек, я добавлю, что швейцарцы в этом смысле не пионеры. Ранее права лобстеров защитил, успел защитить итальянский суд. Там в Италии запретили держать их во льду. Поскольку, как считают, опять же, судьи в Италии, это должно причинять физическую боль лобстера. Хватит. Спасибо. Всем пока. Пока.